Один клуб уже сыграл два матча. Это Интер, который накануне переиграл Эмполь в гостях 2-0. Но к особенностям и, наверное, личностям клуба Интера мы вернемся в соответствующее время, в соответствующем матче, а сейчас давайте к обстоятельствам нынешней игры. Итак, Тальявенту, главный рефери, я вам уже представил его. В составе команд Кальяри ворота защищает Форти номер 16, в обороне справа налево 29-й Пизано, 6-й Лопес, 20-й Бианко, 3-й Дель Гроссо. По защите 10-й Фоджа на правом фланге, в центре Хонти номер 5-й, 18-й номер Парола, слева 23-й Финни. В атаке двое, 9-й номер Ларивей и 32-й Матри. Главный тренер команды Марко Джанпауло, вот он, кстати. И Ювентус, та же схема 4-4-2 изначально нам предложена, видимо, ее и будут придерживаться Кладио Раньери. По крайней мере, в предыдущих матчах, вот в последней игре, в середине недели против Пармы, бывший Клоп Раньери, между прочим, он играл именно по схеме 4-4-2, и нет никакого, наверное, сейчас серьезного основания отходить от этой расстановки. К тому же, вот та игра дала ему возможность немножечко дать передохнуть основным футболистам, там вышел такой полурезервный состав, но, тем не менее, по виду добился убедительной. Итак, в воротах сегодня у Ювентуса Буфон номер 1, в защите действует, опять же, справа налево 7-й Салихамиджи, 18-й Андрабо, 19-й Кришито, 3-й Келлини. В полузащите справа 23-й номер, а нет, вот, знаете, был объявлен Зибина, здесь немножечко поменялись особенности расстановки, ну, по крайней мере, вот на Чирино до сих пор вроде бы как значится в составе. А в полузащите действует четвертый номер Альмирон в центре, я имею в виду, и шестой Дзанэти, а слева Павел Недвед. Вот уже первое единоборство, мы видим на правом фонде все-таки Зибина. Действует пятый номер, которого в расстановке до игры не было. Вот смотрите-ка, любопытная такая появляется табличка, пока она еще касается клуба Кальяре, то есть актуальный на самом деле состав. И нечто подобное с корректировкой наверняка увидим и в точке зрения Ювентуса. Но, тем не менее, разберемся, кто же на поле. Вот Буфон, Слехамиджи, Шандрадо, Кришито, Кьеллини, Зибина, Альмирон, Занэти, Недвед, Трезиге и Дель Пьеро. Таков состав Ювентуса. Настоящий состав. Впрочем, давно уже все фамилии, имена подписывают на футболистов на спинах, и мы будем видеть, кто действует так или иначе. Хороший опасный момент, первый же удар, острейший удар поворотом Джан-Луиджи Буфона. Хорошая проверка для его реакции и крепости нервов. Потому что в момент прыжка, в момент полета в правый угол, мне кажется, он не мог толком еще понять, нырнет ли мяч еще внутрь створа или все-таки пролетит мимо. Очень неприятный, очень сложный был удар для голкипера. Андраде, португальский центральный защитник, который только этим летом перебрался в Ювентус из Депортива Ла-Кар-Улье. Получает небольшую травму. Ларивей здесь против него жестковат и действовал. Любопытно, как будет играть в начале этого сезона, потому что как раз сейчас первые стартовые матчи, первые стартовые туры, это серьезная проверка для той конструкции, которую выстраивает Клаудио Раньери. Раньери-то сам всего два месяца в команде. И у него сейчас уже вот в этом матче в частности центр обороны, составленный из футболистов, которые еще в прошлом сезоне играли за разные команды. Поскольку Андраде, как я уже сказал, он выступал в Испании, а Кришито – это защитник, который в прошлом году играл еще за клуб Дженуа. Мяч в центре поля. Альмирон, передача направо. Целихамиджич. В конце не передача сделать не получилось. Забина. Андраде. Перепад мяча хороший получается, а вот выйти из-за барона нельзя. Так легко и просто. Я уже сказал вам, что крепость старой сеньоры на себе почувствовали многие в позапрошлом сезоне в серии А, в прошлом сезоне, естественно, все абсолютно в серии Б. И уже начали чувствовать некоторые в этом. А вот Калери – это крепкий орешек для команды из Турина. Последние два визита сюда в 2005-2006 году были зафиксированы одинаковые результаты. 1-1. А выигрывал здесь Ювентус в последний раз почти 8 лет назад. 12 сентября 1999-го. Со счетом 1-0. Кстати, тоже был матч второго тура чемпионата Италии. Так что есть предпосылки некоторые, статистические, к тому, чтобы ситуация воспроизвелась. Дальпьеру с мячом. И капитанской повязкой, естественно. Кстати, обратите внимание, один из немногих футболистов, который носит капитанскую повязку на правой руке. Фоджа. Хороший пас вперед на выход. От Ларивея идет в штрафную площадь. Но из штрафной площади, как в той самой школьной задачке, про два поезда, идущие навстречу, ему двигался Джан Лиджи Буфон. Буфон был первый. Весело начал игру «Ивентус». Салихамиджич поддерживал темп. Хасан кубковую игру против «Парма» начинал вот на этом месте правого полузащитника. Но по ходу игры там была, нулевая ничья к перерыву. Раньери поменял флангами полузащитников. Материна ушел на правый фланг. Салихамиджич перебрался на левый. И дело пошло. 3-1 играл «Ивентус». Очень здорово действовали футболисты именно на флангах. И здорово подключались к атаке защитники. Андраде. Аккуратно сыграл Зебина на Альмирона. Трезиге на коротке «Ювентус». Контролирует мяч Дель Пьеро. Медведь. Медведь не выходил на поле против «Парма». Он отдыхал целую неделю. Ну, в общем, футболисту 35 уже. И в режиме двухразовых матчей в неделю играть он будет уже, наверное, тяжеловато. Хотя, вы знаете, это ведь особенный сезон для «Юго». Второй сезон подряд, когда клуб не выступает в Еврокубках. И, кстати, летняя трансферная кампания была с этим же прицелом выполнена. Всего два турнира для «Ивентуса» в этом году. Это итальянский чемпионат и итальянский кубок. Поэтому серьезного такого распыления силы не будет. Играем мяч в руке легкого Марко Фортин. И очень здорово действует Пасквали Фоджа на правом фланге. Техничный футболист. А «Ювентус» не прессингует. Видимо, довольно жарко на Сардинии. Берегут силы футболисты из Турина. Но они все-таки с севера приехали. Включается. Здесь правый защитник. Франческо Пизано. И нарушение правил. Фальявенко фиксирует фол со стороны Павла Недведа. Такую скорость набрал игрок под 14 номером. И хитро, конечно, так, отвернувшись. Вроде бы мимо пробегал. И руки сразу в стороны развел. Но блокировка, она и есть блокировка. И мы вспомним, как на первых же минутах уже примерно с такого же расстояния наносил удар футболист Кальери. Какой он был опасный. Сейчас снова готовится к самому худшему Буффон. Хитро, такой розыгрыш. Подача мяча. И здесь Давид Трезиге. Оказался, кстати, совершенно в обороне. Порола. Нет, не уйдет мяч. Продолжается атака. Будет ли удар? Фоджа. Играл защитника за махом. И все-таки удар. Мяч летит чуть в сторону от ворота. Вот здорово играет Кальери. Здорово, бесстрашно. И вопреки каким-то стереотипам, которые могут возникнуть, когда такая средненькая команда дома играет против фаворита, здесь ведь дело не только в давлении, дело не в желании. Потому что мы видим, в какой комбинационный и разумный футбол пытается играть команда Марка Джанпаула. Что-то придумывают. Сейчас Порола сочинил вот такой фолл. Придержался Лихамиджича. Оба, конечно, находились от мяча на неигралом расстоянии, но Солихамиджич упал, поэтому ушел. Видимо, и зафиксирован в сторону ворот Кальери. Буфон. Медвед. Хорошо проросил мяч дальше в атаку. Дель Пьеро в эти дни довольно активно, интенсивно ведет переговоры о продлении своего контракта с Ювентусом. Об этом еще много пишут в Италии. Но Александро вместе с своим братом, который выполняет функцию агента у него, собрали тут репортеров и объявили, что мы не хотим делать мыльные оперы из истории с нашим контрактом. Дель Пьеро дал понять, что хочет продолжить карьеру в Ювентусе и без лишнего шума, без внесения какой-то нервотрепки во внутреннюю жизнь команды этот контракт в конце концов, конечно же, будет проблемой. Сейчас придерживает своего оппонента Александро. Да, и офсайдик имел место. Фортин. Варивай здорово борется за мяч в воздухе. Зибина. Целихамиджич. А вот какая пустота в центре поля. Где же Альмирон? Недверт. Недверт. Матч и он остается у игроков. Халере Пизану с мячом, но свисток Толиевенту уже прозвучал. В некотором роде свисток в пользу провинившился. Да, выбросился довольно грубо сейчас на мяч Джорджу Кеннелли. Келлинии, простите. Прыжок такой нацеленный, хотя и в защищенную часть ноги, но тем не менее, мог бы стать очень опасным. С приставкой «Травлю». И опять такая точка для крепкого штрафного удара. Снова хитрый очень розыгрыш. Несколько человек пробегают, так и не договорившись мимо мяча. И удар не состоялся, обратите внимание. То есть игрок Калери, конечно, докоснулся, но если бы этого касания не произошло, и мяч в игре бы не считался. А так все по правилам, но удар не состоялся. И, конечно, совершенно обоснованный свист сейчас несет с прибун студиона Сантелли. А вот еще все в другую сторону. Правильно. Перемудрили футболисты Калери. Путь уже в ворот. И теперь, конечно, они об этом эпизоде друг с другом переговариваются. Слишком сложно сыграли. Забина нарвался здесь на поставленную ногу Пароле. Ну вот, касание. Опять потери концентрации, растерянности. И, как следствие, срыв стандартного положения. Александр Дель Пьера на 13-й минуте получает первую возможность поупражняться в исполнении штрафного удара. Большой мастер. Тренировочные попытки нужны всякому. Подумал, решил, что, наверное, сейчас и аут. Врось так же точно не получится. Оставил мяч за бене. И угловой. Угловой. Нет. Совершенно прав был. И игрок, и солидаризовался с ним. Сейчас лайнсмен. Нужно выбрасывать мяч из-за боковой. Нет угловой. Дель Пьера. Сальхамиджич, Дель Пьера. Нет пока положения вне игры. Надо сделать передачу в штрафную площадь. Надо подниматься. Отверждает Тайавенто. Хороший дальний удар. Плотный, и Форсин забирает мяч уже. Это Дель Пьера. Еще одно небольшое стандартное положение. Свободный удар. В сторону ворот Юлы. Ну, а вот эта группа поддержки как раз из Турина подъехавшая. Сейчас очень слаженно поет. На достаточно провинциальной арене Сантели. Которая сегодня еще и не до конца заполнена. Удар. Почти точный. Немножечко упали скорости. Но всегда чувствуется, что Харьерит в любой момент может вспыхнуть скоростью. Вот матри. Пизану. В штрафной площади мяч. И удар опаснейший. Дальний угол. Слегка не точно выполнил его Даниэль Леконти. Нет, Хоакин Ларивей атаковал ворота. Хорош был бросок Пизану. Келлини там не успел толком прикрыть аргентинского нападающего. Который от него вывернулся буквально лужом. Да еще и в сторону ворот. Да еще быстро. Мяч в центре поля. Здесь пока Кристиан Удзанет и Серхио Альмиро, он не скажет, чтобы выигрывает пространство и мяч у своих оппонентов. Немножко пришлось пострадать. Ну что делать? Лопес с мячом. Первый же тур чемпионата Италии будет все довольно травматичным. В нескольких играх футболисты получили травмы, несовместимые с продолжением игры. В ближней перспективе, конечно же. Но пока все целы. В матче Калили-Ювентус. 18-я минута идет 0-0. И не то чтобы удары по воротам случались в нашей игре пока. Один такой издали получился у Дель Пьерро. Не то чтобы опасный, но в створ. Мы же об этом говорим. Клаудио Раньери. Пошел на подбор. Давид Трезиге. Недвуд подключается к прессингу. И вот его обмечательство оказывается решающим. Примеют дыхание. Это они сбили. Это атаки. Крешито играет на отбой. Очень просто действуют защитники Ювентуса. Но довольно надежно. Для дебютантов. Фоджа. Удар, поворот. Выше чуть ворот. Как опасно, как тревожно. Александро Матрик. Выскакивал между двух игроков. Передача роскошная от Фоджи. Пока самый опасный, наверное, для Ювентуса игрок в составе соперника. И вот этот вот десятый номер. Пасквали Фоджа. Дебютант Кальери. В прошлом сезонье числился еще в составе Милана, но он ни разу на поле не вышел. Довольно обширное интервью тут на днях вышло у Раньери, который объявил, что доволен в целом летним периодом подготовки и первыми стартовыми играми Ювентуса. Но, безусловно, команда обязана прибавлять во всем. И запомнилась у него такая фраза, в частности, что вы даже себе не представляете, насколько мы сейчас пока еще далеки от нашей оптимальной готовности. Довольно самокритичное высказывание. Но, с другой стороны, вот это тоже, по-моему, штамп. И попытка выдать желаемое задействительное, когда говорят, что вот начался чемпионат, первый тур уже. Время абсолютной полной готовности. Для того, чтобы налаживать игру, у вас была предсезонка. А теперь будьте добры выдавать на гора. По большому счету, недавно, например, на эту тему высказывался Сергей Юран, который хоть и не уступал в чемпионате Италии, но его только играл в Португалии, Австрии, Германии. И он рассказал, основываясь на своем опыте, о том, что всегда так в европейских чемпионатах, в его клубах, по крайней мере, первые 8-9 туров давались команде на то, чтобы вкатиться в сезон и окончательно утвердиться в боевом составе и наладить игру. Нечто подобное наверняка происходит и здесь, в Италии. Игры-то уже идут, и очки нужно брать. И не только очки, потому что Кубок Италии, игры на вылет. Нужно показывать класс. Но другое дело, что оптимальных кондиций команда и команды, скорее говоря, показывать сейчас пока не в состоянии. Высокая подача у Медвы-то получилась. Но довольно опасно сыграл Зебина. Обычно вот некие подачи принято выпрыгивать все-таки в воздух, а не идти в подкат. Но так уж у него получилось. А другое дело, что мог травмировать галкипера, который этого подката не видел. Потому что взлетел за мячом в воздух. Андраде. Вот еще один пример такой довольно простой игры центральных защитников Юве. Не стесняются на обои сыграть. Дзанетти. Келлини. Неплохой и короткий пас. А точнее, короткий перепас. А вот длинный не получается у левого защитника Юве. Диагональ не сложилась в сторону Селихамиджича. Может попробовать сейчас еще раз. Сыграл за ближним игроком. Дель Пьеру, как легко лишился мяча. И Фоджа. Диагональ налево. Игра пяткой. А в штрафную площадь никто из тех, кто к мячу рвался, не добежал. Стремился там к мячу Микеле Фини. Альмирон Селихамиджич. Обратите внимание, очень часто Хасан перемещается в центр поля. Хотя номинально действует на правой бровке. Альмирон занимает его позицию на краю поля. Сейчас на своем месте. Серхио. Зебина. Диагональная передача налево. Недвет. Здорово. Кристиану Дзанетти встретил сейчас оппонента. Альмирон Селихамиджич. Ну, уже обложили туринцы соперника. Пора бы каким-то более активным действием, наверное, перейти. Пора бы. Пока маловато ударов. Положение вне игры. Как ни тихо ходим, казалось бы, Дель Пьеру, но пока он рядом с Давидом Трезиге, тем не менее, играет первого форварда. Постоянно на линии офсайда дежурит. Медлит. Не точный перевод мяча, но срослось Дель Пьеру. Здесь уже нужно приостановиться. Снова офсайд. Да, колоссальное количество положений вне игры. Пока не очень аккуратно действует в атаке, не очень слаженно. Футболисты Юве, а в свою очередь центральные защитники Кольеры. Вполне надежно. Тут действует связка Диего Лопес и Паула Бьянко. И работают они пока очень хорошо. Накладка. Бил поворотом Ларри Вэй. Не мог видеть, судя по всему, португальца, который выскакивал из-за спины. Андраде, вытянув ногу, нанес небольшую травму сейчас форварду. И штрафной. И штрафной. Галкипер сборной Италии в воротах. Чемпион мира. Лови. Был рикошет. Если на звук реагировать. Но Буфон все-таки еще не настолько опередил остальных жителей планеты в развитии органов чувств, чтобы ловить мячи с закрытыми глазами. Он просто, конечно, смотрел на полет мяча. И прекрасно видел, как срикошетив, тот уходил далеко в сторону от ворот. Но сейчас расслабляться пока еще нельзя. Мяч в игре. Финни. Очень просто. Кришито. Вышибает мяч. Расправляя легкие команды. Давай ей передохнуть. В середине первого тайма. Миновало. Хороший дальний удар. Неожиданный. Что самое главное. Покин Ларивей. Без раздумий. Минимум времени потратив на подработку. Молодой форвард. За Уракан аргентинский в прошлом сезоне забил 10 мячей в 13 играх. И пусть Уракан – это круг не первого аргентинского дивизиона. Но вот такая плотность результата. Концентрированное количество мячей сказали сами за себя. Опасная игра сейчас Нойда против Лапеса. Да, в последний момент ногу-то он немножко притормозил. Удар в лицо не получилось, но опасная игра была. Ох, опасно! Алисандро Матри. Да, Кьелине предельно аккуратно действовал против Фоджи. Не сближался с ним, руки заложил за спину, чтобы, не дай бог, мяч в руку не попал. Но все это мешало защитнику воспрепятствовать Фоджи. У того получилась очень точная подача. Снова Фоджи в касании. Ну как мяч его слушается. Практически безошибочно действует. Ольмиро. Селихамиджич. Дзанетти. Зебина. Зебина. Ювентус размышляет, как ему двигаться вперед. Пока на очень ограниченном участке поля. Кобалисты играют в пас. Да, вот здесь и расширить-то некуда. Потому что Неду пришел в середину, чтобы комбинировать рядом с Голькьерой Трезеге. И начал комбинировать. Но пока еще не та готовность. Не поспевает во все единоборства Павел. Многовато нарушает правила. Уже третий или четвертый фол допускает Чех. Решито. Передача влево. Футболист с капитанской повязкой. И не так-то просто в Италии получить за разговоры с арбитром желтую карточку. Это надо что-то очень обидное сказать. Редкий случай сейчас. Александр Дель Пьеро открылся на острую передачу. Да так, чтобы избежать еще оффсайда. У него получилось это сделать. Потому что там еще правый защитник задержался немножечко. Но не хватило роста немного. Салихамиджич. Пока совершенно не видно три-зиге в игре. Напомню автор. Трех забитых мячей. Единка с Ливорном. Правда там игра тоже складывалась для Ювентус. Не так, чтобы очень легко. И счет 5-1. Ведь никого в возбуждение не вводит. Многие видели тот матч. Кто не видел, ах, что это карточка. Бац. И Кристиану Дзанетти. Еще от Горчушник первым. В том матче вплоть до 79-го, по-моему, минуты. Преимущество Ювы было минимальным. И только потом Ливорном посыпался. Дзанетти. Быстро в контратаку бежит Кальери. Любо-дорого посмотрите. И Фоджа. Трудно сказать, пока насколько хватит у него сил. Но действует великолепно пока этот полузащитник на правом фланге. Вельгросс. Финни. Варивей. Тяжеловато было, конечно, игроку на бровке. А это был, по-моему, все-таки защитник. Добежать туда, куда отдал передачу головой Ларивей. Да, третий номер Дель Гроссо. Вот Фоджа как действует с мячом. Без мяча он очень быстр. И есть такое ощущение, что слегка левый защитник, левый полузащитник. Недвед, ну, Недвед практически против него не действует. А вот левый защитник Елини постоянно встречается лицом к лицу с Фоджей. И начинает так слегка его побаиваться. Не идет сразу длинноборство. Не бросается на десятку кольев. А тому, свобода, это главное, что нужно. Небольшое пространство вокруг себя, чтобы закладывать финты. Недвед. Дель Гроссо не прав, желтый кончик. Да, влетел в ногу. Признает совершенно полностью. Но в то же самое время, видимо, какого-то злого умысла не было с его стороны. Ну что ж, наша игра, одна из семи игр, которые параллельно развиваются в рамках второго тура чемпионата Италии. И вы знаете, только в нашем матче, а также в матче Катани и Дженуа пока счет не открыт. А в остальном Италия заиграла и заиграла довольно весело. В частности, вот вернувшийся в серию А великий клуб Наполи забил первый в сезоне мяч. Он играет на выезде с Удинезе. И здесь отличился Салоэто. Также в гостях Реджин обыгрывает Торину со счетом 1-0. Николай Мороза забил здесь мяч. Рома, дома принимающая на стадию Олимпика Сиену, ведет со счетом 1-0. Аквилани отличился. Ну и настоящий праздник голов в поединке Леворна-Палермо. Здесь гости впереди. Иринаудо и Микколи забили по мячу. Наконец, матч Аталанта-Парма. Пока в ходе первого тайма счет 1-0. Дзампанья, автор забитого мяча. Таков краткий онлайн событий во втором туре чемпионата Италии. Чуть позже, сегодня же начнется игра Сандориа-Лацо. И в понедельник интригующий матч Милан-Форентино. Которым второй тур завершится. Дель Пьера с мячом в центре поля теряет мяч в единоборстве. Но это была ошибка центрального полузащитника Кальери Андреа Паролы. Мяч пришлось вернуть. Впрочем, ненадолго. А Фоджа опоздал за ним Киелине. Обратите внимание. Так слегка уже безнадежно бежал, глядя в спину 10-му номеру Кальери. И вот сейчас поднял руки вверх, извиняюсь, перед партнерами. Мол, да, я провалился. Повезло. И Юве в том смысле, что тот же мяч упустил. Удар по воротам. После довольно небрежной передачи Дель Пьера. Пробил Занетти. Но пусть передача небрежная и удар не самый опасный, наверное, и подготовленный. Но все-таки, кажется, зацепил мяч у ногу защитника. Поэтому Юве на исходе 39-й минуты получил право на угловой. Где мяч? Призывает Марко Джампаулу своих выбираться и штрафной площади поскорее выходить оттуда. Пока Ювентус не созрел для второй серии наступления. Ну, здесь все спокойно. Давид Трезеге пока смотрится в матче не самым заметным футболистом. Субтитры создавал DimaTorzok Андраде. Разираясь по сторонам, пошел все-таки Киеллини вперед. Альмирон. Дель Пьеро. Хорошая комбинация такая, роскошно-неврежная получилась у Ювентуса. Много игр в одно касание. Хорошая широта замыслов. Размашистая такая игра получилась со сменой направления атаки. К Киеллини Могучий бросал штрафную площадку. Кришито. Альмирон. Здесь на подстраховке остался центральный полузащитник, который за клуб Эмполи последние три сезона регулярно по шесть мячей забивал. А играет он, как мы видим, на позиции не то чтобы совсем забивной. Стабильность у своей игры аргентинец подкупил скаутов Юва. Ну, строго говоря, за исключением Хасана Салихамиджича и Григеры, которые пока еще не получают место в стартовом составе. Сденек Григера защитник из Аякса. Все футболисты, которые усилили Юва этим летом, выступали в прошлом сезоне за итальянские клубы. Вот здесь, прежде всего, был рынок для поиска потенциальных новичков для старой сеньоры. И футболисты, которые в средних клубах играли заметную роль, а также футболисты из команд, которые покинули серию А, но, соответственно, хотят продолжить выступление уже теперь частным порядком на высшем уровне, стали игроками Юва. Да, может быть, и не самая великая широта охвата, не самые внушительные траты. Однако все приобретения, как мы видим, сделаны и сделаны к месту. Новички играют в стартовом составе на важнейших позициях. Очень важно, что... Сразу несколько новобранцев выходят с первых минут в обороне. Желтую карточку получит сейчас. Третье предупреждение в матче. Не продолжая еще разговаривать. С Ларивэем Зибина. Хотя уже ударил его сзади. Может быть, и не так он крепко его ударил, чтобы... Ларивэй упал и... Так ему стало больно. Но усугублять, наверное, не стоило. Сейчас Зибина. Своего правонарушения. Опасно. Александру Дель Пьеру была возможность прекрасная на последней минуте первой тайме. Сейчас у капитана Юга открыт счет. Переиграл уже Фортино. Но перебросил ворот. Ошибается Бьянко. Который пытался головой сыграть этот мяч. И смотрите, как лапки кверху остановился уже в голкипер Кальери. Справедливо рассудив, что сделать он уже ничего не может. Не дай бог сейчас заметит, что он хотел прихватить Дель Пьеру рукой. Еще и пенальти поставят. Но, к счастью, для хозяев ошибается ветеран Ювентуса. Ну, трудно сказать, стоило ли вот так, поднимая мяч, пытаться забить красиво в пустые ворот. Может быть, просто стоило покатить его по зеленой травке. И все было бы хорошо для Юга. Итак, острым моментом у пустых ворот Кальери завершается первый тайм поединка на стадионе Сан-Элия. 0-0 в матче Кальери-Ювентус. Свисток Пауло Тальявэнто. Вот он. Дает начало второму тайму матча Кальери-Ювентуса на стадионе Сан-Элия. Но это фальстарт. Нужен еще один свисточек, чтобы игра возобновилась. Счет 0-0. Пока не сказать, чтобы гости или хозяева были ближе к победе. Очень равная игра. И Ювентус начинает матч с одной перестановкой в составе. Центральный защитник Легро Талья, который играл в основе несколько дней назад в кубковой игре против Парме, но получил травму к перерыву и на второй тайм не вышел. Сейчас, как видно, оправился от своего повреждения и на поле появился. Но тут же получает довольно болезненный удар по ногам. На встречном движении сошлись футболисты. Левый защитник Ювы Кьелини. Смотрите, как в него въезжает его оппонент Пизано из Кальери. Да, это болезненный удар. Кстати, очень характерно выглядели гетеры футболисток Юлини. На крупном плане они все изодраны уже от столкновений игровых. В общем, игра идет довольно плотная в матче к Алире и Ювентуса. Три желтых карточки показаны в первом тайме. Забитых мячей пока нет. Фоджа. Один из самых ярких футболистов первого тайма в составе Кальери. Отличный пас по диагонали он отдал. Сейчас потрясающе на ларевые. Да, Аргентинец жестковатый мяч принял. Не нужно было так, наверное, напрягать грудные мышцы. Вот как сбросить себе мяч. И тут же вторым касанием можно было атаковать ворота Буфона. На хорошей высоте пас от Фоджа пришел. Недосягаемый для защитников. Финни. Ну что, заменяется Лихамиджич? Что-то стряслось с бедром Хасана. Такой игровой эпизод, смотрите, без единого касания со стороны оппонента. Но вот так футболисты и вылетают на равном месте. Дернул мышцу бедра. Из-за неловкого движения ногой. Такие травмы как раз и могут случиться в самом начале первого или второго тайма, когда не до конца еще разогретые мышцы сразу подвергаются резкой нагрузке. В атаке Калери Финни прорывается левым флангом. Передача в трофную площадь. Матри выпрыгивал на мяч. Против него сразу два футболиста Юве боролись. А здесь прекрасный подкат Конти. Мяч остается в атаке у Калери. Но Ювентус в силу своего колоссального опыта и спокойствия, хладнокровного такого поведения не теряется. В сложной ситуации перед своей штрафной площадью. Передача на Ньюида пошла. Видно, стремление Ювентуса заиграть немножечко поагрессивнее, побыстрее по сравнению с первым таймом. Стало ясно, что уже голой техникой, классом и вот этим удавьим, плоднокровием не возьмешь хозяев. Они себя здесь чувствуют очень уверенно. Надо предлагать что-то более серьезное сопернику. Все, присел Хасан Салихамиджич. Для него игра, видимо, закончилась на сегодня. Замена в составе Юве. Маура Камаранези выходит на поле. Конечно, не вместо Легро Талья, а вместо Хасана Салихамиджича. Не нужно сводить заблуждение. И так уже две замены пришлось сделать Клаудио Раньере. А вторым таймом только еще начался, и еще играть и играть. Идар от ворот. Кристиану Дзанетти, Альмирон. Альмирон пока играет так, чтобы, главным образом, не испортить обидно. Чувствуется очень много в касании, очень много назад или поперек ближнему игроку. Маура Камаранези таким образом вышел в игру. Ну, здесь ни при чем. Порол шип Кристиана Дзанетти. Италья Венту показывает на свисток. Фоджа. Да, спасибо за правильный титр. Говорю, я обращаюсь к нашим итальянским коллегам. Мы уже разобрались, кто вышел и кто заменен. Финни идет вперед. Его страхует Джорджи Андраде, центральный защитник. Да, куда-то временно подевался. Зебина. Николи его не видит. Дальпьеро. Аккуратно так вдвоем блокировали сейчас Эльмирон и Дзанетти Фоджу. Вот, наверное, так и должны играть два центрального полузащитника, раз уж их функция явно оборонительна. Аккуратно, без лишних движений, не привлекая к себе внимания арбитры, мы, тем не менее, мяч отобрали у самого опасного, пожалуй, пока игрока Калери. Ну вот, галкипер этой команды постоянно начинает атаку, вбрасывая мяч на левый фланг, где ускоряется Финни. Здесь наметился акцент такой. Проигрывает верховую борьбу Павел Недлит. Его там еще и в спину подтолкнул защитник. Ювентус с мячом, тем не менее. Дзанетти, Альмирон. Хорошая передача на свободного Недведа. К Елини. Опа! И мяч в сетке ворот. И этот гол нельзя отменить. 1-0 повел Ювентус с усилиями Давида Трезеге. Совершенно незаметного в первом тайме форварда. Временами бегал он с таким уж грустным лицом по полю, что ничего не получается ни на один мяч ответить адекватным ровком у него не удалось. Защитника переиграть один в один тоже. Но, тем не менее, вот так настоящие нападающие и забивают. Давид Трезеге, это его четвертый мяч в чемпионате Италии. Да, он лучший бомбардир сезона. Как поборолся здорово Камаранези. Ценой, видимо, болезненного удара по лицу Мауро с запилком, а может быть ухом отпасовал этот мяч своему партнеру. И Трезеге в касании. Никакого офсайда здесь не было. В пассивном положении вне игры опасный ответ сейчас у Кальери. И это Фоджа бил в ближний угол. Спасает свою команду Буфон. Отличный момент. Давид Трезеге, 53-я минута. Повеселее события пошли. Порола. Передача главой. Нет. Нет, на точку показывают такие, вглядевшись внимательно, скопление игроков. Пауло Тальявенто, Зибина, Элегро Талье бросаются сейчас на рефере. Кто нарушитель? Элегро Талье. Держал ведь. Держал матри руками. Вы скажете, что миллион таких эпизодов в каждом футбольном матче, когда имеет место единоборство защитника и форварда в штрафной площади, но здесь ведь форвард напрямую боролся за мяч. Мог бы принять его, если бы не придержал Элегро Талье его за шею. Нарушение, по-моему, очевидно, и пенальти вызывают претензии исключительно у защитников в темпераментах Юлэ. 11 метров. И парирует Джан Луиджи Буфон практически этот мяч. Почти спасает команду, но на какой-то остаточной инерции мяч все же от штанги уже влетает в створ ворот Пасхуаля Фоджа, автор ответного мяча. 56-я минута игры. Три минуты разделила два забитых мяча в этом поединке. В первом тайме мы не видели ни одного. Итак, Пасхуаля Фоджа. Между прочим, это его второй мяч в чемпионате. Первый он забил в ворота Наполи в первом туре тоже с пенальти. И, кстати, на 58-й минуте сегодня на 56-й. Видимо, в эти минуты на второй декаде минут второго тайма Фоджа особенно опасен с точки. 55-я минута. Небольшая поправка. Вот так. В двух первых турах Пасхуаля забил 11-метровые двум великим клубом. 1-1 у нас. Да, не очень здорово вошел в игру Ле Город Талии сразу же практически напортачил у своих ворот. Вот еще свободный удар сейчас. Да, в матче Ливорно-Палермо самым результативным пока в туре Ливорно забил один мяч в ответ. Россини отличился. Там 1-4. Ну вот опять мы смотрим с другой совершенно камеры, с другой точки буквально замком руки сомкнул на груди Матри Ле Город Талии. Конечно, за такую навязчивую манеру общения с соперником необходимо наказывать 11-метровым ударом. Сомнения быть не может. Нарушение права против Камаранетти. Вот кто удачно вошел в игру, кто нет. Хотя причины замены наверное одинаковы. Скорее всего какие-то микротравмы. Одну из них мы видели, когда Салихамиджич неловко повернул ногу. Вместо него вошел Камаранези и который хотя может быть и сам того не хотел отдал голевую передачу. Али Город Талии привез пенальти в свои ворота. Трезиге. Дзанетти. Камаранези. Альмирон. Сложная передача. Было такое ощущение, что Камаранези пасует Рефели сейчас. Фоджи идет вперед. Проигрывает ему в скорости Кристиану Дзанетти. А ведь Фоджи еще иногда мяч контролирует на ходу. Постоянно наглядываясь на оппонента. Острый игрок. Хороший матч проводит. И даже трудно на самом деле на вскидку так понять, чего не хватало ему в прошлом сезоне, чтобы заиграть вот так же здорово за Милан. Вы знаете, в Милане есть защитник Массимо Отдо, который играет на правой фланге и заменяет собой и защитника и полузащитника. Ему там никто больше не нужен. В принципе, на бровке. Очень быстро бежит вперед, быстро бежит назад, обороняется, атакует. Только вот не забивает пока. Может быть, по этим соображениям и не появился в Милане Пасквали Фоджа. Но здесь он на месте. Почему что любопытно? Посмотрите, он похожий двуногий футболист. А может быть, и вообще левша? Вот надо повнимательнее к нему присмотреться. Хотя играет на правом фланге, а угловой сейчас подавал левой ногой. Это интересно. Левша на правом фланге или правша на левом, это всегда интрига. Буфон нервничает. Да-да-да, кальмо, кальмо, успокойся, кричит Раньери. Возьми себя в руки. Это, вы знаете, не то чтобы нервы, мандраж юношеский, это скорее злость, с которой пока Джан Луджи не может совладать. Злость на назначенный 11-метровый, на почти отраженный этот самый 11-метровый удар. Злость на себя, прежде всего. Желтая карточка Павлу Недведу опасна, он сыграл остро, откровенно грубо. Тоже сомнений быть никаких не должно быть. Ходж сейчас объясняется. Ну, а чего ты споришь? Вытянул ногу, мог оставить просто коллег, и сейчас защитника калили Пизану. желтая карточка, заслуженная. Кристиану Дзанетти, Павел Недвед, Джонатан Зебина получили предупреждение в составе Ювентуса. Кристиану Дзанетти, у калили один горчичник, левозащитник Дель Гроссу, его обладатель. Марко Джампауло, молодой тренер, хорошая у него командочка, готовит замену. Перестановок пока еще в составе хозяев поля нет, но между тем в разгаре второй тайм, 63-я минута, самое время подумать о том, чтобы на жаре в игре против очень крепкого клуба каким-то образом освежить действия своих подопечных. Продолжают развиваться события в параллельных играх в матче Торино и Риджини. Хозяева поля, которые уступали в ходе первого тайма, уже вышли вперед. Никола Вентола забил мяч на 58-й минуте. 2-1 и замена. Пока еще, видимо, не готова замена. Толеренту показывают, что нужно вводить мяч в игру. Кристиано Цзанетти, Камаранези. И Забина, не стесняясь, отдает передачу Буфону. Может быть, это для Буфона сейчас нужно, в большей степени, чем для Ювентуса. Мол, на тебе мяч, тогда ты вышиб за пределы поля. Сейчас попробуй сыграть точно и, наконец, стань самим собой. Цзанетти. Трезя Гея. Да, все еще пока в режиме набора, формы, набора оптимальных кондиций. Повтор понятен. Дело здесь не в... А может быть, и в нем тоже. Нет. Нет, нет, все-таки. Хотя, вы знаете, коснулся мяча. Коснулся мяча Бьянко в штрафной площади. А там еще, когда подачу по мелкому Ранези, мяч, прилетая мимо Занова, его руку тоже задел. В общем, там в рамках одного эпизода сразу дважды мяч попадал в руки футболистам Калери, но, знаете, не назначили замену. Матрия. Покинул поле. Вышел играть Роберт Аквафреско. Номер девятый. Он, кстати, уроженец города Турино. Здесь у него есть определенные юношеские детский зуб на команду Ювентус. Возможно, может быть, и нет. Потому что ни в Ювентусе, ни в Турино он не выступал. Зато вот в прошлом сезоне, играя против Ювентуса в том числе в серии Б за три визу, Роберт Аквафреско показал себя довольно результативным форвардом в 29 играх 11 мячей. это при том, что ему еще 20 лет нет. Молодой совсем парень. Это ему, конечно, Марко Джан-Пауло так терпеливо, доходчиво объяснял задачу перед выходом на поле, разжевывая буквально функции до каких-то составных элементарных частиц. Ну и на какую-то смену тактики, наверное, не тянет эта перестановка. По-прежнему в рамках схемы 4-4-2 остается Калери, так же, как и Ювентус в свою очередь. Жоржи Андраде. Трезегея и Камаранези. Любопытно. Это два футболиста аргентинского происхождения, выступающие за неаргентинские сборные. Трезегея за Францию, Камаранези за Италию. Играют, хотя, если говорить о Трезегея, тут, наверное, правильно говорить, что не играет, потому что Давид в последнее время попал в немилость у главного тренера французской сборной Раймона Доминека. Мест на поле ему не находится. По этому поводу, кстати, Трезегея переживает. Хорошую передачу отдаёт Фоджа. Фини. Попал в Зибину. Альмирон. Недалеко. Конти. Хорошо сыграл Лего Ротан. Снова Конти. Коллеги в позиционной атаке. И чувствует себя на чужой половине пули очень свободно. Входит в штрафную площадь Давид и Конти. 11 метров, друзья. Вот так. Могут падать на колени, молиться или даже пытаться побиться головой о траву. Игроки Юра. Смотрите, как тяжело сейчас утихомирить Кьеллини. Кьеллини были основания, чтобы вот так эмоционально нападать на арбитра. Талья Венту конечно отреагировал на это движение вперед Конти, на его инерционное падение. Но там вот Кьеллини все-таки дотянулся до мяча. И смотрите, как очень сложно вспомнить эпизоды, когда без консультации с боковым главный арбитр назначает сначала пенальти, а потом пенальти отменяет. Нет, все-таки на консультации место имело. Какая-то отмашка была от этого парня. Поэтому пенальти превращается легким движением в угловой. Вот как это было. Это вот такая камера из-за ворот. Примерно то же самое видел стоявший в них Джан Луиджи Буфон. Судя по всему и камера и Буфон и в конечном итоге арбитр, который свое решение по ходу матча изменил, оказались правы. Да, иногда нужно проявить гибкость даже арбитру. Если это во благо. если речь идет о справедливости. Ну, калере жалко, конечно. Там уже болельщики спустились к нижнему ярусу, а нижний ярус трибун от поля отделяется даже не сеткой, не забором, а таким, судя по всему, вандалостойким стеклом прозрачным, пластиковым. И вот они, спустившись к этому стеклу, начали там дубасить по нему ладонями, пулаками в ожидании 11-метрового удара, а удара нет. калере в атаке. Альмирон против Финии. Передача на пустое место и Буфон, но о каких же пустых местах можно говорить, когда вот такой голкипер в воротах этой команды стоит. Да нет, стоит, это слово неподходящее. в данном случае, в данном случае, Джангл, и Буфон, сейчас тенью просто переместился вдоль линии ворот и совершенно чудесное спасение вратарское исполнило. Я думаю, что ни один, ни два повтора этого эпизода мы еще увидим и получим возможность поаплодировать вратарскому искусству Буфон. Красавец. Просто, ну, пока калери атакуют, очень здорово играет сейчас команда хозяев поля. угловой. Вон они там, за стеклом. У них свое реалити-шоу. Наквафреско. Смотрите, в пустой угол, казалось бы, уже наверняка пробивает Бьянко, защитник калери. Но Буфон, это Буфон. Угловой подает Фоджа. Потрясающе. Обе команды проводят второй тайм. Блестяще действует в атаке калери. Ну, а Ювентус вот сейчас, в эти минуты, весь целиком сжимается до фигуры одного-единственного человека. Вот он. Гений. Фоджа подает и подает. И подачи-то какие все хорошие. Разнообразные. Может выдать мяч на ближнюю, может выдать на дальнюю. И все своим. Ну, посмотрим, какая будет у Ювентуса контратака. Буфон. Желтая. Желтая Конти. Срыв атаки рукой. еще одна замена будет в составе калери. 29-й номер. Ну-ка, Микеле Ферри. Защитник. Фоджа. Вот еще удар. Какой коварный сейчас был у Фоджа в ближний угол. Прицельный. Замена. Итак, 14-й номер Кизану. Правый защитник покидает поле. И с него играет Микеле Ферри, номер 29-й. Вторая замена в карьере. Здорово идет вперед Конти. Пора делиться мячом. Финни. Дель Гроссо. Изменился счет в двух играх, которые параллельно с нашим матчем развиваются. В поединке Аталанта-Парма Аталанта удвоила свое преимущество. Коротсьерри на 65-й минуте сделал счет 2-0 в пользу Аталанты. Ох, опять Буфун. Здорово. Едва уже не пропуская мяч, рикошетивший все же заваливается на плечо и останавливает его. И в матче Удинезе-Наполи счет 4-0 в пользу гостей. авторы забитых авторы забитых мячей Салаетто Домитце. Это еще первый тайм. А во втором Лаветце и снова Салаетто. неаполитанцы неаполитанцы берут убедительный реванш за то, что вступили в сезон серии А домашним поражением. Камаранези. Мяч летит в ворота и влетает от ноги Александро Дель Пьеро. Трудно сказать в таких эпизодах сразу стал бы мяч лететь в ворота если бы его не подправил там футболист. Вот сейчас все поздравляют Камаранези. Нет, половина народа поздравляют Камаранези, половина Дель Пьеро. Теперь Дель Пьеро и Камаранези поздравляют друг друга. Попробуем разглядеть кто же из них реальный автор гола в данном случае. Не тот имя которого будет записано теперь уже на табло, но фактически мне кажется этот мяч бы не попал в ворота если бы не Дель Пьеро. Здесь у меня такое мнение что он все-таки уходил. Александро Дель Пьеро вколачивает мяч в сетку это работа форварда. Добивать дожимать и додавливать то, что нужно и Ювентус впереди. 77-я минута игры Александро Дель Пьеро вспомним какие сложные пришлось пережить гостям игровые минуты ведет пенальти у их ворота не были назначены и шквал атак Калери по всем фронтам но команда выстрела вытерпела и вышла вперед Легра Талья получает желтую карточку пенальти не пенальти продолжает кипятить уже непонятно с кем он разговаривает делает вид что со всеми окружающими на самом деле пыхтит сам с собой пасквали фоджи опять какие-то сложности и маневры с розыгрышем свободного удара но все-таки до удара дошло хорошая подача была и хороший удар головой это ларивей по-моему ну муфон глыба но не голкипер вы знаете во многом именно его надежность спортивная злость характер его эмоции сейчас не позволили команде рухнуть в трясину поражения вытянули ее для продолжения боя и ювентус продолжает этот бой здорово тем временем в поединке Ливорно и Палермо где хозяева уступали 0-4 счет уже 2-4 а у нас очередная замена третья и последняя фини левого полузащитника уходит с поля Антонио Дагустино номер седьмой появляется вместо него наверное в ту же позицию выходит и Калери выполняет сейчас штрафной удар Даниэль Леконти должен откатить немножко мяч назад хорошее подача но там в третий раз указывает на 11-метровую отметку Ювентуса Пауло Тальявенту нет вот снова то же самое ровно за это поставили пенальти когда придерживал своего оппонента руками Легро Тали и опять на те же грабли ведь уже показал рефери как именно можно и как именно нельзя играть в штрафной площади есть возможность у Фоджа сейчас сравнять счеты он это делает 2-2 81-я минута игры по сквале Фоджа 3 мяча он забил в чемпионате Италии стартовавшим все 3 с пенальти сегодня дубль сделал с 11-ти метров заслужил на самом деле Забина нецензурно ругается на Талья Венту суть забивает с пенальти смотрите какой прекрасный по телевизионному кадр сейчас Фоджа крупным планом и на фоне уходящего в раздевалку Зибина нам дан один из главных героев матча Венту Фоджи исполнил его на 5 с плюсом, этот 11-метровый. Вот это матч. Разве могли бы мы угадать контуры будущей драмы по нулевому первому тайму? Во втором у нас закипели шекспировские страсти. Сейчас желтую карточку получит Дель Гроссо. Вторую, по-моему, да. Да. Тольявенту вот таким образом легко и непринужденно уравнивают составы. Оставляя на поле по 9 полевых игроков, у Калери и у Юга. Хозяева остались без левого защитника, гости без права. И, ко всему прочему, у Калери замен нет. Альмирон выволнил свободный удар. Тем временем в поединке у Динеза-Наполя уже 0-5. Мы, наверное, пока не будем отвлекаться. Кому интересно, посмотрите в интернете, кто же там забил пятый мяч. Такой важный. Без которого победа не получилась. Здесь сейчас очень интересное событие. На стадионе Сантели отвлекаться невозможно просто. В атаке Ювентус. Чем же все это закончится? Неужели какая-то из команд найдет в себе силы победить в этом матче? Напомню вам, что в два последних приезда Ювентуса сюда оборачивались ничьи. У меня это были результативные ничьи. 16 января 2005-го 1-1. 15 апреля 2006-го тоже 1-1. В 2007 году осенью и весной 2007-го года они встретиться не могли, потому что играли в разных дивизионах. Но, тем не менее, два последних матча 1-1. И последняя победа, еще раз скажу, Ювентуса на этом поле датирована 12 сентября 1999-го года. Минуло почти 8 лет. Это очень тяжелый выезд для Ювентуса. Традиционный. Вот бывает такое. Во всех чемпионатах со всеми командами бывает крайне неудобный соперник. Вот именно об этом и речь. Удар в лицо получил Недвед. Мячом. Причем в нос. Это, конечно, вышибает сразу с ноб, искрыл из глаз. Очень больно. Кровь пошла. Нервный щит Недвед. Ему, наверное, кажется, что специально защитник вот таким образом против него сыграл. Вы знаете, вот не нарадуешься, когда смотришь, как человек в чужой языковой среде настолько стал своим. Так здорово выучил все оттенки итальянского языка во всех его лексических разделах, что вот так свободно, размашено, раскованно, с жестикуляцией объясняет, что он сейчас чувствует. Марко Джампауло. Очень сложный матч для молодого тренера. Все складывается так, что и вмешаться страшно лишний раз, как бы чего не вышло. А вмешаться-то уже и никак не получается, кроме как криком и голосом. Но не дай бог, команда дрогнет, все-таки отдаст очки визитерам. Два раза у Калери получилось отыграться по счету, играя против фаворита. Поэтому волнение главного тренера Калери тоже можно сейчас понять. Особенно потому, что, как еще раз скажу, нет замен. Этим составом нужно доиграть. А вот последняя перестановка у Клаудио Раньери, более искушенного, во всяком случае, тренера, имеется. И сейчас Ночерина войдет в игру. Видимо, на один из флангов полузащиты, хотя меняет он центрального полузащитника Альмирона. У нас идет... А теперь уже чего там? 88-я минута игры. Кальери-Ювентус 2-2. Показывает, что положение вне игры футболиста Кальерин. Не реагирует сейчас Лайонсмен. Легро Талья. Андраде. Ночерина появился на правом фланге. Играет здесь вместе с Камаранези. Неправ был сейчас Мауров в единоборстве против пароля. Любопытно будет посмотреть, какую оценку за эту игру получит Пауло Талья-Венту. Довольно много спорных решений. Им было принято. Три пенальти назначил. Один пенальти отменил. Дель Пьеро ведет борьбу с Бьянко. И в этот танец опять вмешивается рефери. Да, держался сейчас защитник форварда. Ну, по крайней мере, в этом-то Талья-Венту последователен. Захваты руками он карает. Если захват в штрафной площади, пенальти. Если за штрафной, Мичака Моранези. Правее на Черино. Подача в штрафную площадь. Давид Трезиге. И победа. Дорогие друзья, 90-ая минута. Нет, Кьеллини. Кьеллини. Левый защитник Джорджо Кьеллини. Который едва не настрадался там. И не получил разрыв сердца прямо на поле. Когда едва 11 метров в очередной раз команда не получила по его милости в свои ворота. Продавливает сейчас он Ферри, вышел на замену защитника в составе Кальери. И забивает победный мяч на последней минуте игры. С последнего, вероятно, уже хорошего, потенциально опасного штрафного. Два-три. Все мячи Ювентус забивает, не прибегая к помощи 11-метровых. Трезиге, 53-й, 76-я. Дель Пьеру, 90-я. Ну, или как нам сейчас предложили, 89-я минута. К Кьеллини. И 5 минут добавлено. От души, прямо скажем. Еще, еще раз смотрим за тем, как подает этот мяч Маура Камаранези. И вколачивает его через голову защитника в ближний угол Кьеллини. Вот интересно теперь, состоится ли еще один на 11-метровый ворота Буфона. Сможет ли сделать сегодня Фоджи Хет-3. Еще одно нарушение правил. Прямо перед воротами, видимо, будет мяч установлен. Хотя там было такое довольно странное падение Трезиге. Казалось, что он заваливается вне контакта. И совершенно независимо от футболистов Калия, которые просто мимо бегут. Но, на самом деле, это обманчивое впечатление. Правила нарушены. Ювентус, видимо, без лишнего риска сейчас будет действовать. Смотрите, всего четыре футболиста. Нет, ну пятеро. Пятеро. Один там спрятался за спиной. Игрок Акалери участвует в розыгрыше этого эпизода. Все остальные, надо понимать, дежурят сзади, чтобы не проспать контратаку. Что сигнализирует боковая орбита? Нарушение правил или симуляцию? Судя по реакции игроков в Калия, нарушены правила против Маура Камаранези. Буфон уже задремал. Вот здесь он может положиться на шестое чувство даже. Если вдруг каким-то чудом сейчас игра все-таки докатится до его ворота, он будет во всеоружии. Камаранези. Подача. Ферри исправляется. Выносит сейчас мяч из предела штрафной. Недвит. Около полутора минут остается играть. Вряд ли догонит этот мяч Паскваля Фоджа. И только давайте вкратце подвести итоги игры. Они, конечно, лежат не в плоскости статистики, главным образом. Они лежат в плоскости каких-то эмоциональных впечатлений. Пусть две красных карточки мы видели, пять забитых мячей, несколько пенальти, один даже пенальти отмененный. По меркам современного футбола это такое своего рода рукотворное чудо. Но вообще говоря, главными впечатлениями игры лично у меня остаются действия персональные Джан Луиджи Буфона, который не дал своей команде проиграть, а в конечном итоге и помог ей выиграть. Ну и, наверное, игра Пасквали Фоджа заводила автора двух забитых мячей в составе Кальери. Команда в целом оставляющая очень хорошее впечатление. Я так понимаю, что пусть даже проиграв сегодня, гости не будут свысока смотреть на своего соперника, поскольку Кальери остается наверху турнирной таблицы. Она только формируется, эта самая таблица. Кальери пока пятый. Видимо, после этого тура опустится чуть пониже, но у команды есть совершенно точно потенциал для борьбы за довольно высокие места. Пусть это будут места не медальные, но за зону Уэфа наверняка Кальери вот с такой игрой побороться сможет. Финальный свисток звучит. Это замечательная игра завершена. Игроки Юэ поздравляют друг друга. У них есть прекрасный повод. В таком триллере они не просто выстояли, но и совершенно по праву и по делу победили. Им сегодня не помогал арбитр. Напротив, арбитр был настроен критически по отношению к ним. Невзирая на статус фаворита, которым Ювентус, наверное, по определению обладает, где бы и в каком турнире он не играл. Но сегодня, несмотря на то, что два пенальти было поставлено в ворота Буфона, их отразить было никакой возможности, совершенно ни малейшей не было. Тем не менее, команда Клаудио Раньери добивается победы. Трижды по ходу матча Юви выходил вперед. Вот дважды Калери соперника доставал, но в третий раз мяч в ворота голкипер Калери был безответный. Джануидж Буфо, наверное, главный герой этого поединка. Ну и все мы тоже, наверное, наравне с ним, кто высидели этот триллер до конца. Вместе с вами здесь у микрофона смотрел игру Роман Тружечкин. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»